Год назад в том же рейтинге Алтайский край был 73-м, сегодня 82-й из 85-ти. Так почему мы упали почти на 10 позиций? Эксперт уверяет, причин достаточно, удалось выяснить 5 как минимум. Первое – штат, люди, которые работают на точках сдачи ГТО и принимают наши нормативы. У нас проживает в Алтайском крае 2 миллиона 148 человек. На это количество людей в ГТО введено 38 ставок. 83-я строчка из 85 субъектов Российской Федерации, наша, берем первую строчку. Это Воронежская область. У них проживает 2 миллиона 178 человек, что на 30 человек больше. Но ставок, обслуживающие, то есть в ГТО, это количество населения – 250. Такой штат в нашем регионе просто не успевает обрабатывать огромный наплыв информации. Вторая причина – климат. Все познается в сравнении. К примеру, в Краснодаре всегда тепло и есть возможность провести кросс в любое время. У нас большую часть времени – холода. И из крытых манежей, где можно проводить ГТО, только политехнический. Но и там круг всего 200 метров, а нужно пробежать несколько километров. Но люди все равно приходят. Желающих сдать нормы ГТО предостаточно. Выполнило 3680 человек. Выполнили комплекс полностью. То есть прошли до логического завершения. ГТО может сдать каждый, но не каждый может заявиться. Чтобы пойти за золотом, нужно пройти регистрацию и получить специальный номер. Это можно сделать только через компьютер. Для старшего поколения 60+, весьма проблематичная история. А еще нужно получить справку, что человек здоров. В наше ковидное время это сделать весьма непросто. Но все же региональный центр придумывает разные решения, чтобы наш регион поднялся в рейтинги. Мы планируем для того, чтобы повысить цифры зарегистрировавшихся и сделать популярнее в населении комплекс ГТО, устраивать такие мобильные площадки на массовых мероприятиях в крае. То есть как городских, так и муниципалитетах. Как показывает статистика, высокий процент сдающих школьники и студенты. Людей старшего поколения не так много. Так что сейчас стоит задача привлечь к сдаче норм ГТО и людей с возрастом 40+. Дойти до Олимпа всероссийского рейтинга нам, конечно, будет непросто. Но решив вышеперечисленные проблемы, есть шанс попасть хотя бы в его середину. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова